Уважаемый зритель! Для начала подпишитесь на данный канал и поставьте лайк! Спасибо! Черная Тулунская тюрьма. Крытка в городе Тулуне Иркутской области в советское время среди зеков считалась самой угрюмой и безнадежной. Суровый климат в Восточной Сибири, плохая кормежка, а самое главное бесконтрольная всевластия тюремной охраны, подогреваемая удаленностью от начальников из центрального аппарата, позволили некоторое время считать ИСТ-2 самой жесткой зоной в СССР. В истории Тулунской тюрьмы много неизвестного. Это также связано с тем, что многочисленные начальники заправляли порядками в ней на свой страх и риск, не оставляя следов на бумаге. Точно известно, что главное административное здание тюрьмы было построено в 1920 году. Еще не кончилась гражданская война. Близ Тулуна рубили лес на бревна, а позже нашли крупное угольное месторождение, но зеков пока там не было. Они появились полутора десятилетиями позже. Первое кирпичное строение использовалось исключительно в производственных целях сугубо гражданскими лицами. Потом его реквизировали. С началом больших чисток в Тулуне появились первые инквдэшники, прибывшие организовать в городе пересыльный пункт. Дело в том, что Тулун стоит на транссибирской магистрали и Столыпины с политиками останавливались на станции, чтобы делиться со стройками народного хозяйства в Иркутской области дармовой рабочей силой. По одной из легенд на территории тюрьмы действовали специальные расстрельные помещения. Они не сохранились ввиду того, что были деревянные. В охрану объекта МВД НКВД набирали только социально безопасные элементы из числа деревенской бедноты. Так им казалось было надежнее. История потом горько посмеется над потугами охранников, но уже в следующем поколении. Вертухаев специально натаскивали на надевание настроптивых зеков смирительных рубашек. В программу их подготовки был включен специальный зачет на эту тему. Сотти пилю пересылку закрыли, но зайки не исчезли с территории города. В начало 60-х годов Тулунская тюрьма вступила большей частью деревянной и спичным отоплением. Тюрьма в Тулуне. Начиная с 1962 года, и посередину 70-х годов тюрьма в Тулуне перестраивалась. Дерево полностью заменил железобетон. Последним строители возвели новое здание штаба учреждения. Случилось это в 1978 году, когда тюрьма уже 12 лет носила звание «крытый». По советскому уголовному законодательству максимальный срок заключения исчислялся 15-ю годами, причем первые пять лет осужденный должен был проживать в условиях жесточайшей изоляции. Для этого в системе уголовно-исправительных учреждений были определены около десятка тюрем, которые стали называть «крытыми». Самые известные из них в брежневские времена были тюрьмы в Златоусте и Тобольске. Потом уже появились черный дельфин, белый лебедь, полярная сова и прочее. Тулун с самого начала попал в этот список. В СТ-2 первоначально могло содержаться не более 300 человек. Поэтапно, с вводом в строй новых корпусов количество постояльцев увеличивалось. С первых дней «крытка» прославилась свирепостью порядков. В 1979 году в тюрьме произошел один из самых крупных в СССР бунтов заключенных. Конечно, по практике тех времен о нем ничего не сообщалось. СССР это не Бразилия. Пятерых организаторов беспорядков практически сразу расстреляли. Еще девятерым зэкам, причастным к протестному взрыву, щедро набавили срока. Забегая немного вперед, это были еще цветочки. Воры в законе в Тулунской тюрьме. Тулунская тюрьма тесно связана с биографией одного из самых именитых воров в законе советского, да и российского периода истории японщика, Иваньков. Первый раз он прибыл туда в 1983 году из колонии в Енисейске. Строптивый япончик ударил ножницами в глаз сучиного бугра, пытавшегося заставить его шить рукавицы. На перевоспитание его отправили в Тулун. В МВД тогда местами лишения свободы занимался зять генсека Брежнева Юрий Чурбанов, затем испытавший на своей шкуре всю прелесть лишения свободы. В случаях с ему подобными для обладателей погонов было сделано исключение. Они до сих пор содержатся отдельно от основной массы арестантов. Может быть, это была его инициатива в Тулуне попытались сделать фабрику поломки. С начала 80-х годов туда на перевоспитание стали пачками отправлять воров в законе. Иногда коронованных осов скапливалось до полутора десятков. Тулун пытались окрасить в красный цвет. Воров заставляли работать и при отказе марили в Шизо. Еженедельно в СТ-2 на учение приезжал местный ОМОН. Сотрудников натаскивали на заключенных, как цепных собак. Особо опасные преступники содержались на четвертом этаже одного из корпусов. Их выгоняли из камеры и заставляли бежать вниз по лестничному пролету, вдоль которого стоял ОМОН, нещадно лупивший пробегавших резиновыми дубинками. Воспитательная акция имела цель показать зекам, что их жизнь не должна оказаться раем. Япончик также со всеми, закрывая голову руками, бегал с четвертого на первый этаж. Авторы эксперимента надеялись, что авторитеты, собравшиеся вместе, неминуемо рассорятся между собой и сами порешат друг друга в межличностных конфликтах. На самом деле произошло обратное. Воры в законе сплотились и поддерживали друг друга. Тюрьма приобрела явно темный оттенок. Япончика ненадолго увезли из Тулуна, чтобы в 1989 году вернуть обратно. Большинство из воров в законе в Тулуне составляли грузины, но там создалось своеобразное интернациональное братство, где каждый был равен, вне зависимости от возраста и национальности. Япончику легенды приписывают снабжение тюрьмы углем в обмен на водку к новогодним праздникам и нейтрализацию попытки захвата заложника вором Буху Резу Батумским, Гвинсадзи. На бунт не было общего согласия братвы. По преданию япончик вместе с вором бойцом, бойцов, сами освободили плененного, догнали Реза и нанесли ему несколько ударов заточками. Реза выжил. На самом деле Реза Батумский убыл из СТ-2 за два месяца до появления в ней бойца. Они физически не могли быть рядом. В Тулуне вместе с япончиком отбывали срок такие известные воры в законе, когда-то Ташкентский, Цихилашвили, Тимур Ванский, Габуния, Слава Крыл, Крылов. В тюрьму с воли с дачками частенько заглядывали дальневосточные воры Джем, Васин, Исахна, Сахнов. На сегодняшний день из всех коронованных сидельцев той пары в живых остались воры в законе Кошелек, Егоров, осевший в Великом Новгороде, и Маха, Симония, выбравший Подмосковье. Если и была у япончика вражда грузинам, то объектом ее мог стать только Маха. Впрочем, при нахождении обоих в Тулуне ничто не предвещало будущего конфликта. В 1991 году япончик вышел из Тулуна на свободу и сразу уехал в США. В 1993 году Маха становили дед Хасан, Усайян, и Шакра Молодой, Калашов. Это было следствием напряженных отношений Маха с япончиком, ставшим одним из приближенных дедушки. Черная Тулунская тюрьма. Попытка сделать Тулун красной зоной полностью провалилась в следующем десятилетии. Зайки смогли с потрохами купить всю охрану тюрьмы, включая ее начальников. Еще в бытность в ней япончика вора в законе негласна. По договоренности с контроллерами получили возможность выходить из своих камер и ходить в гости друг к другу. В СССР вся жизнь проходила в двух измерениях. Одна в кабинетах начальников, другая, противоположная ей. По всем сна. В 90-е годы из крытки произошла серия побегов на волю. Пользуясь продажностью охраны, заключенные много раз совершали подкопы в ветхих стенах. Их потом случайно ловили вдалеке от тюрьмы и водворяли обратно за колючку. В 2001 году очередная успешная попытка вырваться на волю закончилась двумя трупами из числа охраны. Через две недели убежавших удалось обнаружить и взять живыми. Буквально через неделю после задержания все сбежавшие странно скоропостижно скончались, упрятав концы в воду. Терпение начальников в Москве лопнуло. История Тулунской тюрьмы СТ-2 на этом закончилась. Теперь на ее месте функционирует обычный областной следственный изолятор СИЗА-2. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Продолжение следует...